Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Вот мы сегодня здесь собираемся с большой мужской компанией Гостей очень много И событие такое весьма приятное, которое случится сразу С началом осени, а именно 4 сентября У нас в гостях режиссер Лев Островский Я думаю, хорошо известный нашим радиослушателем Автор пьесы Ной Берсон Игорь Ватолин Который хорошо известен нашим радиослушателем Как историк и публицист А сейчас еще и руководитель галереи Вот такая у нас интрига Добрый день, Игорь Тебя тоже чуть-чуть попозже Мы это интрига, конечно, раскроем Музыкант Толбач Герман Суперфин Даже если с имели воды дан в Оливах Еще для большей интриги Добрый день Итак, 4 сентября случится это событие Но начнем мы Так, чтобы совсем запутать наших радиослушателей Из такого небольшого музыкального отрывка Притом вживую Сразу хочу сказать, живой звук Герман у нас вооружился Саксофон Тромбоном Да, тромбоном, если быть точным Да, может быть, и начнем с вас Герман у нас вооружился Да, играть, как мы видим, намного сложнее, чем говорить Но вот мы все-таки займемся сейчас такой речевой частью 4 сентября состоится очень замечательное событие Начнем, может быть, с того, где это будет происходить Как раз в галерее Игорь, несколько слов расскажи, что это за галерея Вот галерея ОМО существует где-то порядка полутора лет При этом существует совершенно непонятно как То есть есть замечательное такое небольшое пространство По адресу улица Мазница 3 Это вот самое начало мера от перекрестка с Бривбеса Это первая маленькая улочка налево Мазница в переводе на английский Бейкер-стрит фактически Бейкер-стрит 3, Мазница 3 Вот благодаря замечательному предпринимателю Руководителю фирмы Лафику ЛВ Александру Гришуленку Там вот возникли квадратные метры На которых вот уже полтора года Возможно осуществлять культурную активность Устраивать выставки, проводить чтения Мы там каждую неделю читаем Платона по вторникам Там проходят какие-то концерты Проходят диспуты, семинары В общем такое активное пространство А почему оно существует И благодаря чего никакой финансовой базы Там пока не вырисовалась Работаем над этим Но вот такие неожиданные идеи Неожиданные встречи Вот как моя встреча с Ноем Берсоном Привели к тому, что какая-то сначала Фантастическая идея начала обрастать Организационными и человеческими подробностями И вот 4 сентября все начинает происходить Как называется это мероприятие Это действо, которое мы вначале думали Как просто Ной почитает свои рассказы Но вот это уже превращается в мини-спектакль В мистерию Но кроме того я хотел бы обратить внимание Нас прежде всего Рижан На вот этот квартал Улица Мера Который иногда называют хипстерским кварталом Мне больше нравится название творчества Там много всяких небольших кафе Это центр абсолютный И вот это вот район, к которому примыкает Таллинос И там вот открылся Таллинский квартал Который тоже очень активен Особенно ближе к вечеру Там вот ближе к Аристида Бриана Такое есть культовое заведение Пенс В общем, там вот идет какая-то движуха Ирина постепенно становится вольным Гонзейским, творческим, европейским городом Я надеюсь, что наше мероприятие Вообще то, что происходит на площадке галереи МО Также вносит свою лепту вот в это движение А МО в чем, может быть, расшифровать Это вообще-то страшная тайна Но вот только сегодня, только для слушателей Болткома Я скажу, что это расшифровка названия Мера Орманис Мера – это улица Мера А улица Мира и Покоя А Орманис – это потому, что вот именно этот дом Мазница С-3 был построен и принадлежал И он там жил старшине извозчиков Орманисов Матвеевского базара Вот там, где сейчас театр Дайлес У них была парковка Там вот эти мужики с телегами, с лошадьми Такими вот тяжеловозами Ломовики Да, ломовики Они там вот стояли Можно было их нанять, съездить А там вот во дворе этого дома стоит Конюшенный сарай, недавно приведенный в порядок И вот у нас наше действие Это я вот немножко интригу приоткрою тоже Начнется вот в подвальчике галереи Но вот вторая часть планируется вот в этом самом фантастическом дворике Одновременно это будут смотрины вот этого извозчичьего дворика Для широкой республики Это абсолютно историческое здание Отсюда вот название Мера Орманис А там вот где у нас галерея Там извозчики пили чай И не только чай В общем это историческое здание Это исторический контекст И он очень рижский И он благодаря нам Вот мы эту извозчицкую энергию Переплавим в такой вот творческий полет Тем более что выставка На фоне которой будет проходить эта акция Называется «Летание» Там будут работы Николая Кривошейна из Риги Там будут работы Дмитрия Горячкина и Даши Делане из Москвы Там будут еще кое-какие работы В общем это будет энергия, полет Так что приходите, не ошибетесь По поводу полета режиссера Любову Асовскому дадим несколько слов сказать По поводу вот того, что будет происходить 4 сентября Я считаю, Рига До сих пор считалась центром европейской культуры Она такая и есть И маленький нюанс, который мы хотим внести силой своих музыкантов В силу нашего начинающего стать Становиться уже популярным писателем Человек, который пишет Не так, как пишут все Ибо большинство людей уже перестали читать большие книги Огромные тома Приключились на маленькие размеры Но если маленький, но рассказ И он очень актуальный Тогда мы хотим слышать нашего автора Да, вот вам слово, несколько слов о том Что же все-таки 4 будет за мини-спектакль? О чем он? И почему его надо посмотреть, послушать, прийти в галерею? Ну Спектакль называется «Близдюн» Ну, сразу можно понять, что действие будет такое Легкое, прибрежное, да? О любви В целом, о любви Значит, легкое, прибрежное действие о любви Да? Спектакль – это как такой крейдоскоп Такая мозаика из разных рассказов И мы с актером Рижского русского драматического театра Который получил приз зрительских симпатий, по-моему В ушедшем уже сезоне, в прошлом сезоне С Игорем Назаренко Как бы 50-50 будем исполнять эти произведения Компонировать нам будет Герман, Суперфин И великолепная скрипка Юрия Саркина Точно, Юрий Саркин Да, ну, несколько слов И социальный проект Вот вы так как-то объединили творческий социальный проект Да, дело в том, что у меня в одном из произведений В самом главном произведении В новелле «Якорь» В новелле «Якорь» Значит, у меня там, если не персонаж Главный герой, Ян И вот он, значит, выпил свой цистерн водки И, в общем-то, уже больше как бы и не пьет Да, он больше как бы и не пьет Завязал Да, он просто уже свою цистерну водки он уже выпил Понимаете, теперь он пьет, значит, минеральную воду без газа С большим содержанием щелочи, да Вот, значит, настолько Маше общение с Даном Так на меня вот влияет, да Что я стал задумываться о воде Там, какая она и так далее, да Для чего Какая вода лучше Почему лучше Негазированная вода, скажем Или когда лучше газированная вода Ну и так далее Что даже у меня есть один там этот персонаж Который пьет воду теперь вместо водки Значит, и я думаю, что если бы на время написания Там этого моего произведения Уже был бы изобретен этот И сделан аппликация вот эта, да Дана, да То этот герой бы совершенно точно И по этой аппликации бы воду выбирал Ну, давайте слово Дану сказать Да, ну поскольку Ноэк очень тоже испытывает Любовь большую к воде И он на своем произведении указывает На состав воды даже То есть у нас есть тоже такой Такая социальная программа Это аппликация о разных водах О всех, в принципе, мировых водах В которых можно очень удобно Легко разбираться И подыскать себе правильную воду Для того или иного случая То есть или это для спорта Или это для мамочек Или еще для людей И точно так же там мы собираемся В ближайшем будущем тоже Опубликовать анализы всех источников Которые находятся в свободном доступе В природе То есть, чтобы люди тоже могли Ну, мы начнем с Латвии, да Их более тысячи Это очень большая работа Целая энциклопедия получилась Целая энциклопедия, да Называется Пик Аква И это уже можно скачать В App Store и в Google Play И пользоваться уже, начинать изучать Вопрос воды Ее функциональность Да, но тут вот надо, наверное, пояснить В организационном плане Причем тут вообще вода Кроме того, что мы тут Вот на берегах Балтики Да, угово течет Бездюн называется, да? Бездюн Опять же, рядом с водой Да, да Вот когда мы с Ноем Начали обсуждать В самом таком вот Фантастическом зоологии Возможное вот событие То там перебрали много разных вариантов Вариант квартирника Вариант такой-сякой И вот остановились на таком формате Что, чтобы публике было все это интересно Весело И чтобы можно было провести там целый вечер Там где-то два с половиной А то и три часа времени То мы сделаем так Что вот сначала вот эта читальная часть В галерее Потом Причем с собой можно будет принести свой алкоголь Для восприятия Для восприятия Ну вот А потом во дворике Там будет мясо Кошерное Совершенно кошерное Бесплатное За счет организаторов Мясо Био-мясо В био-дворике Извозчиков Кто не ел Кошерное био-котлет Да Да, но вот во время Во время чтения Пользоваться алкоголем Это как бы Ну, некрасиво И вот тут появилось Какое произведение Заиграет новым И тут вот появилась идея Что во время чтения До и после И во время Можно пить воду Вот здесь появляется вода И так у нас будет Так сказать Чтение стерильное Под воду Вода-вода Кругом вода Потом Переходим во дворик Там уже у нас Начинается чтение Менее стерильное И там появляется мясо И веселье И обсуждение Да, и обсуждение И музыка Набирает обороты Да И это вообще В принципе, я так понимаю Может стать каким-то таким Ну, постоянным Я надеюсь, это станет традицией Единственное, что я опасаюсь Завместимость Галереи и дворика Потому что у нас там Число мест Ограничено Чисто вот Физически То есть больше Сорока Ну, пятидесяти Не усидишь Но я хочу заверить Это что-то похоже на квартирник Да? Чем-то похоже Это галереиник Это галереиник Человейник Можно сказать Квартирник Но я хочу Сразу заверить Радиослушателей Что Если У вас не получится В первый раз Четвертого Мы обязательно Повторим А может быть Сделаем традицию Вот там Каждый год Или там Каждый месяц Ну, насколько будет спрос Мы будем соответствовать Этому предложению Ну и вход там будет За пожертвования Ну, я думаю Там в районе Пяти евро Сам Бог велел У нас просто нет Вот этой бизнес-схемы Мы очень пока Плохие предприниматели Но очень творческие люди Поэтому Как говорит Как говорит Герман Как говорит Герман Вай-фай работает не всегда А труба Таки да Да И это чисто Это чисто Герман Это чисто Импровизация Вы можете даже Там что-то Я хочу Я хочу Давай Как бы получилось Из мини-спектакля Такая палитра целая Что нужно Пить воду Хорошую Есть мясо Кошерное Ну, или био Или био Да Да И как бы мы Из этого Спектакля Одного актера Сделали Двух актеров Там же Ну, да Одного Одного актера И Человека, который Создал этот спектакль Ну, да Целая Гамма То есть Палитра Нашей Жизни Так сказать Для души и тела И для души И для тела Вот, да Извиняюсь Перебирайду Но все-таки Такой вопрос Который радиослушатели Тоже могут задать А будет ли у этого Не знаю Произведения Хэппи-энд О любви Произведение На самом деле Оно не только о любви Да, оно не только о любви Произведение О разных Гранях нашей жизни Да, оно и о лени Оно и о ревности Оно и о Раскаянии О нашем быте Оно о жизни Да, о жизни Но что есть жизнь без любви Да, конечно Мешка банально Но красной нитью Там, конечно, проходит любовь Да И очень-очень правильно Что ты выбрал такого актера Которого знают все Красивый Молодой Талантливый Артист Ты про Игоря сейчас, да? Я даже Про отсутствие Игорь, к сожалению Игорь, к сожалению Сегодня Ну, к счастью На съемках Да, на съемках Как раз сейчас Он выходит на площадку Даже не сможем С ним, к сожалению Даже по телефону связаться Да Большой привет, Игорь, к тебе Может быть Музыкальная Такая вот Кошерная музыка Да, может Ну, сейчас самое время Чтобы, ну, несколько слов Не, не несколько слов А что-то Хотя бы фрагментик Ну, несколько минут Буквально Короткий рассказ Желательно Из тех Которые могли бы Потрясти Слушателей Да, да, да Вот Буквально Последний рассказ Который я написал Последний буквально Называется В этом году написал Буквально недавно Не длинный рассказ Называется Замысел Это приказ Эпиграф такой От Жорж Санд Чего хочет женщина Того хочет Бог Да, я хотел заметить Что Почему я именно этот рассказ Выбил сейчас для прочтения Как первый Потому что сегодня 61 год Исполнился бы Майклу Джексону И мы на радио И в рассказе Как раз И о том И об этом В 90-х Я вел активную Клубную жизнь Атмосфера И музыка Тех лет Были зажигательными We light my fire Мое прозвище На танцполе Джексон Особенно крутым Считалось посещение Клубных концертов Топовых групп Место за столиком На моральный кодекс 100 баксов На Браво 150 Драйв Жилой музыки И волшебство Приближения Кумирам На две копейки Домой позвони Агали мы В унисон Мазаю Вася Сюткину Сегодня Тусуюсь На открытиях Выставок И театральных Премьерах Регулярно Поглядывая На афишные Тумбы Подметил Раз в год В Ригу Приезжает Гришковец Выступает В театре На большой сцене Билеты Как на кодекс По 90 евро Но ведь он Не поет Последний раз Он был в январе За день до шоу Отвечал на вопросы И давал автографы В книжном Для восприятия Тем порывистым Зябким Черно-белым Зимним вечером Я принял на душу И решил зайти Халява А там битком Как в Советском Союзе На вечерах Бардов Его книги Смели все До одной Отвечал Гришковец На вопросы Вдумчиво С юмором Умный Красивый человек Равин русского народа Я бы сказал Особенно запало Если замысел В твою голову Из космоса Прислали То и на это Надо воспринимать Как приказ В десятку А у меня наказ был От дамы С тонкой Душевной организацией Получить автограф А ведь Чего хочет женщина И снова я Из фляги Отхлебнул Встал в очередь За рощерком Ихнего пера Мысль Клокочет Глаз Горит Ведь подписывает Только свои книги А на полках Их нет Очередь движется Медленно В две ноздри Мимо хаотично Расставленных стульев Народ сраби Норовит Парой слов Перекинуться Скромнейший Весьма учтив Встает из-за стола Жмет руки Фоткается Церемония Очередь Благоговейно терпелива Фотографы суетятся Их час Настал Я снова Приложился Обладатели автографов Счастливы Иные фанаты Со стопкой книг Продвигаются к выходу Царит Интеллигентная Суматоха Алярюс А я уже Как рыба в воде И совсем близко К святая святых Наконец Нашел решение Оказавшись перед ЕГЭ Попросил Подписать словами Из сегодняшней проповеди Его глаза Заиграли калейдоскопом Из удивления Интереса и радости Четкими Печатными буквами Он начертал Сакральное Замысел Это приказ На землю Снизошла Благодать Да Игорь Да Ну вот здесь Мне кажется Если бы еще была Скрипка Юры Савкина То вы бы поняли Что помимо Содержания Замечательных Рассказов Ноя Берсона Там есть Вот эта Непередаваемая Такая вот Одесская Я бы сказал Одесско-рижская Интонация И мы понимаем Что уже никакой Гришковец Нам тут в Риге В творческом Квартале Мира Не нужен А нам нужен Ной Берсон Нам Нужен Герман Суперфин Нам нужен Юрий Савкин И нам нужна Наша замечательная Публика И тогда Это будет Звучать Поэтому Вот Эта Интонация Музыка Настроение Извозчики Мендель Крик Если угодно И это не Попытки играть В какой-то Одесский Антураж Это есть Некоторый Вот Особый Я бы сказал Приморский Дух Неважно где Одесса Или Рига Черное Или Балтийское Море Близзюн Друзья мои Близзюн Да Игорь Я все-таки Пользуюсь тем Что вы историк Вот Проводя параллели Что-то такое было Во времена Первой Республики Какие-то такие клубы Где собирались На Первой Республике Было очень много И собирались салоны Были культурные Общества В Риге Издавалась Главная Одна из главных Газет русского Зарубежья Сегодня Она и сейчас Продолжает Издаваться Только чуть-чуть В другом изводе Все было Проблема Межвоенной Латвии Была в том Что все сидели По своим Национальным Квартирам И бились За свои Национальные Интересы А вот я хочу Гордо сказать Что квартал Мера И галерея МО Это абсолютно Интернациональное Пространство Сидящие Сидящие Добавить Контор Не знаю Была ли там Коллегия Адвоката В любом случае Контора Адвокатская Которая Там находится В этом Бордовом Таком доме Она там До сих пор Есть Они просто Переехали С одной стороны На другую Поменьше места Дешевле Аренда И они Переехали Я туда заходил Дедушку Там до сих пор Помнят Это первое Что это сказать Во-вторых Этот дом Он в юген стиле Да Он в юген стиле В стиле модерн И я когда-то Главой Да Я когда-то С таким Скульптором Который Стал тоже Ювелиром Сотрудничал Да И Ну он делает Знаете С Эдгаром Квитковским Он делает Знаете Запонки И прочие там Ювелирные изделия Из Как Основу Да Как Вот Водушевление Да Он берет Значит Из Дизайна Экстерьера Интерьера Домов В стиле юген Да И вот как раз Мы с ним гуляли Там И я показывал Этот дом Где работает дедушка И там Есть такой Такой Мужчина С такими усами С такими Украинскими усами Там есть пара мужчин До сих пор Жду от него Западки Жду от него До сих пор Такие Дедушки Дом Где собственно Находится галерея Вот Мазница Стре Это вообще Один из первых домов В этом квартале Его проектировал Великий Иоган Даниэль Фельско Это первый Главный архитектор Риги Который придумал План сноса валов Вообще Легендарная личность Так что Сама по себе Атмосфера Этого района Архитектура Если кто Послушав Нашу программу Хочет Сходить Заказать Экскурсию Прямо На сайте Галереи МО Или прямо В комментарии К событию 4 сентября Пишите вопросы Давайте Договоримся Я проведу Для вас Экскурсию Оно Присоединится И расскажет Про своего Дедушку Да Вот В чем задача Все таки Режиссера Потому что Все таки Необычное Само помещение Это не театр Камерный С одной стороны С другой стороны И Сами произведения Не очень обычные Лев В чем вы Видели свою роль В чем дело Голое помещение Как теперь пытаются На ухау Делать На сценах Оно уже Отпадает Мы делаем Такую сцену Которая Будет Сказать Человека Ну вернее Настроил На то время О котором Будет идти Речь Поэтому И задача Хозяина Этого Учреждения Добиться Такого Театрального Впечатления Созвучного С тем Что будет Происходить В этом Зале Мы Приложим Все усилия Чтобы это Произошло Ну там Вот выставка Будет летание Но Можно будет Что-то добавить Что-то убрать По возможности Трансформировать Ну да Я думаю Полет у нас Получится Благодаря и музыке И ною И атмосфере По поводу ноя Еще буквально Может быть Несколько слов Чтобы нашим Радиослушателям Так вот Больше представить Автора От этого Мини-спектакля Вы как-то Обмолвили Что Вы Были Да и были Есть переводчик Немецкого языка Да Если Как-то это Отложило на вас Отпечаток Поскольку вы Я так понимаю Жили в Германии Были погружены В немецкий язык Теперь вот Вернулись к русскому языку Это как-то Оказало влияние Немецкий Огнут Скажем так Как-то повлиял Или вы как раз Наоборот Хотели вот отойти От этой Основной специальности Может быть Я жил В Берлине 11 лет И потом Еще 2 года 13 лет В общей сложности С 90 По 2001 Но вы уже тогда знали Немецкий Когда вы приехали Нет Я учил немецкий В Германии Когда приехал туда Я 3 года изучал Немецкий За счет немецких Налогоплательщиков Большое им за это Спасибо Нас пригласил Гельмут Коль Чудесно было Просто чудесно Платили очень хорошую стипендию Тогда еще Чувствовалась Западная Германия Я приехал Я приехал еще Был в Восточный Берлин Был западный Берлин Тоже было очень интересно Я свидетель Объединения Германии 3 октября 90-го года Это был очень интересный Такой день Свидетель этого Объединения Вот Ну да Конечно если ты В 17 лет Приезжаешь в страну И живешь там Лучшие твои годы Там проходят Конечно На тебя Впечатление Да Отпечаток Конечно Это отложило свой Скажите пожалуйста А вот то что вы пережили Там Прочувствовали Живя вдали От родины Что Это вам дало Вашему творчеству У меня есть такой Недописанный роман Называется Золотой Будды В апельсиновом раю Да И Герой его Например Он Начинает свое путешествие Там Из Берлина Через Прагу Через Санкт-Петербург В Ланбатор И далее Там В Тель-Авив Да Такое вот Такое похождение То есть Есть рассказы у меня тоже О О Германии Да И я считаю Что вы Вправе То что вы Прожили Пережили В положительную бумагу Довольно много Есть Каких-то Немецких Слов В моей Литературе Вообще Какие-то Немецкие Выражения Там Вианги Госсен Например Сидит как Влитой Там Вианги Госсен Там И так далее Много очень Немецких Выражений Я помню Очень нравилось Это Царствие небесного Покойному Другу моему актеру Тоже Рижского Русского Драматического Театра Андрею Можейко Который любил Вещи мои читать На публике Вот Ему это Очень нравилось Он Более-менее Уладил немецким И Эти Фразы Которые Там Встречаются Немецкие Их просто Обожал Мы с ним Я помню еще Я например Как отложилось На мне Жизнь в Германии Я когда перестал Жить в Германии Вернулся в Ригу Я стал болеть За сборную Германии По футболу За бундес Маншафт Почему я болею За бундес Маншафт Я когда жил в Германии Я вообще никогда За него не болел За эту команду В Германии Сейчас я стал болеть Я стал болеть Как раз Что интересно На том чемпионате В Бразилии Который они выиграли И мы вот с Андреем Можейко С ним болели Смотрели На экране И болели Болели Кричали Дойчланд Дойчланд Во втором тайме Просто чланд Кричали Потому что уже невозможно Кричать Дойчланд Если вы это долго делаете И я что хотел сказать Почему я стал за них болеть Потому что Понимаете Они Стали отражать Ситуацию В стране Вообще в Германии Есть Либо дойча Два вида людей У нас тут есть Русские, алтыши Евреи Кто вы хотите А в Германии Есть два вида людей Есть дойча И аусленда То есть немцы И иностранцы И вот мы с вами все Независимо от того Кто мы с вами Мы с вами там Аусленда И точка А они дойчи И вот когда Половина Игроков немецкой сборной Азил Хедера Буатенг И прочие немцы Да И прочие Ауслендеры Вот когда их страна Там половина Вот тогда я понял Что Германия Реальная страна Которая дает шанс Людям Дает шанс Иммигрантам Потому что Это отражает ситуацию В стране Там столько уже Мы сейчас говорим О каком-то футболе Давайте лучше О каком-то Подождите Ну там есть У них свой футбол У нас свой футбол Так лучше бояться Наш футбол В конце концов Который сейчас Переживает Новый Скажем Всплеск Это наверное Пляжный футбол Который играет руками Людям Как всегда Дипломатичен Вернемся К тому Старод Я просто хочу сказать Что мне кажется Затронул Очень важную тему Дело в том Что Ну Мы все Латвийцы Поэтому Говорим Как минимум На трех языках Но еще На четвертом Немецком И вот Очень важно Что помимо Других языков Вот в галерее МО Как и в этом Эфире Звучит русский язык Но носители Этого русского языка Они параллельно Говорят еще Ну как минимум На двух А то и на трех И в большем числе Языков В этом и есть Богатство Латвии В этом и есть Богатство Латвии И я думаю Что Латвия Действительно Здесь Формируется Я договорюсь Извини Какой-то Новый Особый Русский язык Который важен И интересен И нам Самим И И я так понимаю Что Ной Собирается На гастроли В Москву И он интересен И в России В основном Материке Русского языка Да Извини пожалуйста Я хотел просто Заметить Что когда я вернулся В Латвию 11 лет назад Я 11 лет живу В Латвии уже Снова Живу в Латвии Вернее Уезжал я Из Советского Союза Ну да Езжал я Из Советского Союза А вернулся В Латвию Да Я уеду В Петербург Приеду в Ленинград Что-то такое Да В общем И что я хотел сказать Я когда вернулся То у меня такое ощущение Возникло Что мы здесь Немножко как в Швейцарии живем В точке зрения Вот Того что Рига Очень зеленый город Следующий по-моему После Цюриха В Европе Да И в том Что здесь Довольно большие Две такие Основные общины Как в Швейцарии Немецкая и французская Здесь как бы Латышская и русская Такие общины большие Да Ну и итальянская Как бы Тоже чуть-чуть Тоже чуть-чуть Такая небольшая Да Я имею ввиду Что Здесь совсем не маленькая Да Короче как в Швейцарии Здесь такое ощущение Да У меня два Время быстро Время быстро у нас идет Давайте все-таки В концентрированном виде Нашим радиослушствиям Скажем Или так 4 сентября 4 сентября В 19.00 После Ты кстати говоря Да Галерея М.О. Улица Майзница С 3 События есть На фейсбуке И инстаграме Арт гэллери М.О. Инстаграм Там Есть несколько анонсов На фейсбуке И Ну Я говорю Там За такое Мы там Решили билеты Не печатать Ну вот Какие-то посильные Пожертвования С собой Горячительное Воду 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 Гарантируем Кошерное мясо Гарантируем Биомясо Биомясо Кошерное биомясо Вегетарианцев Там Тоже что-нибудь Придумаем Воду Еще раз Воду И Я думаю Что вот Глядя на На то Во что Превращается Наша Изначально Очень скромная Затея Она превращается Просто в какую-то Симфонию Я бы сказал И Я думаю Что это Того стоит Так что Приходите Для пущей Гарантии Зарегистрируйтесь В фейсбуке Там вот Кто зарегистрирован Ну Если там Придет Больше Пятидесяти Человек К сожалению Мы будем Вас посылать На Следующее Представление Это хорошо Вы все Сказали Про Симфонию Тоже Поэтому Музыка Так Прямо И напрашивается Давайте Вот мы Как раз Музыкального Фрагмента И закончим Наши Оу Е Молодец Режиссер Лев Островский Автор Произведения Которого 4 сентября Будет исполняться Ной Эберсон Вот Рукритель Галереи Игорь Ватолин Сегодня В таком Качестве Вот Турбач Герман Суперфин Семелье Воды Дан Волев И Зарочно Я надеюсь Он потом Послушает В записи Актер Театра Русского Театра Имени Чехова Который Будет Участвовать Читать Эти произведения Вместе С Ноем Игорь Назаренко Игорь Назаренко Тоже Молодой Искрометный Актер Тоже Греблей занимался Как я На стабильне Так что Приходите Не пожалеете Спасибо большое